Всем привет! Очередной обзор наших изделий. Напоминаю, изделия все проданы, то есть они сделаны на заказ уже для кого-то конкретного. Как следствие, они все проданы. Могу сделать что-то похожее или совсем не похожее. Пишите в WhatsApp, обсудим. Второй момент. Большая часть изделий сделана по эскизу и по фантазиям заказчиков. Поэтому попрошу воздержаться от какой-то агрессивной и тем более нецензурной критики в комментариях. То есть тут принцип такой. Главное, чтобы людям нравилось, а им, естественно, нравится. Если вам это не нравится, нравится что-то совсем другое, пишите, заказывайте, сделаем вам совсем другое. Третий момент. Цены не пишу, потому что это подарки. Люди делают для друзей, для жены, для мужа, для любовницы. И они не хотели бы, чтобы были показаны цены. Если вам нужно узнать стоимость примерную, чтобы что-то похожее заказать, пишите в WhatsApp, указывайте номер изделия, я вам скажу примерную стоимость или даже прям точную стоимость. Итак, изделие номер один. Привет из Танзании. Это танзаниты те самые, за которыми я спускался в шахту на глубину больше чем километр. Золото, бриллианты, танзаниты. Причем, смотрите, все, что сегодня я покажу, это все снято в Москве. И в Москве очень пасмурно, постоянно, да, вот последнее время. И смотрите, какой они хорошие дают цвет. Это прям классический цвет royal blue. Вот подобного цвета сапфиры, размеры и частоты будут стоить очень-очень дорого. Ну, я думаю, что тысяч 60-70 долларов минимум вот такая пара будет стоить хороших сапфиров такого цвета. Танзаниты стоят, ну, на порядок меньше. Поэтому пишите, обращайтесь, кто любит синие камни, пожалуйста, это как раз ваш вариант. Номер два. Мой любимый черный звездочный сапфир. Причем, очень интересный момент. Я и расстроился, и одновременно обрадовался. В Таиланде эти все сапфиры из Таиланда, да, всегда. В Таиланде именно вот этот камень давал звезду шесть лучей. Это норма, да, то есть обычно они шестилучевые. А в Москве почему-то под московским солнцем, ну, видимо, прилавление лучей какое-то другое, он дает двенадцати лучей. Двенадцати лучей стоит на порядок дороже. Им встречается крайне-крайне редко. Считается, что он приносит удачу власти деньги. Ну, и когда я это увидел, я немного расстроился, что мы продали, получается, двенадцати лучевой камень по обычной цене. Но, с другой стороны, мы купили его по обычной цене. И я одновременно обрадовался за покупателя. Ему очень повезло, и я думаю, что кольцо принесет ему большую удачу. Поздравляем вас, дорогой покупатель, с уже приобретением, с удачным приобретением. Это, по сути, инвестиции. То есть уже камень стоит дороже, и в цене он будет только расти постоянно. То есть вам очень повезло. Номер три. Мужской персень с черным звездочным сафиром. Очень хороший, интересный рисунок. Очень контрастный. Там, я смотрю, есть и зеленоватые, и голубоватые такие отливы. Да? И посмотрите, сама форма. Вот эта закрепка называется рельсовая. Ее очень часто используют для кабошона. Форма огранки, полусфера. Это кабошон, французское слово. И она, на мой взгляд, очень хорошо подходит для именно черных звездочных сафиров. В чем ее плюс? Она практически никогда не разгибается, и камень потерять крайне сложно. То есть практически невозможно. Конечно, всю закрепку всегда нужно проверять, но эта закрепка считается более надежной, чем штырьки. Штырьки, конечно, пронги, которые называются. Да, они дают больше изящества. Это вот кому что нравится. Дело вкуса. Но для мужского персня я считаю, что вот рельсовая закрепка вполне годится. И снова один из моих любимейших камней. Черная шпинель или грозовая сумеречная шпинель. Очень люблю этот камень. Здесь же черные бриллианты мелкие по бокам. И это серебро с глянцевым чернением. Мы часто делаем матовое чернение, которое такое немножко как с песчинками, да, с такими, с гранулами. Это глянцевое, оно плестящее. И оказалось, что для мужского перстня, это мужской перстень у нас, такое покрытие вполне годится. Покрытие делается родием. Да, об этом говорил. На боках кольца есть знак развития постоянного роста движения вверх и вперед. Уналон называется. Я про него уже много раз рассказывал. Есть отдельное видео про его происхождение. И внутри кольца. Видео, кстати, снимал лично я в Москве совсем недавно. Внутри кольца есть мантры. Их там видно в какой-то момент. Мантры индивидуально для каждого подбирает мой друг Шаман. И потом проводит разные обряды, наговаривает. Изделие, кольцо, подвеску, амулет, неважно. И считается, что это уже не просто кольцо, а такой некий артефакт, амулет, который что-то как-то помогает нам в жизни от чего-то или для чего-то. Для кого-то смешно, кто-то не верит. Я, например, отношусь к этому серьезно, с интересом. Поэтому давайте проявим уважение. Это один из масайских гранатов. Посмотрите, какой неон он дает. Просто восхитительно. Горит в этот дождливый и сумрачный день. И, собственно, подвеска, я считаю, что она всегда будет радовать своего владельца. Ну, даже в полумраке он сохраняет такой яркий цвет. Опять же, неоновый эффект, который у этого камня присутствует, это не значит, как некоторые думают иногда, что камень будет светиться вообще всегда, вообще везде, при любом освещении. Нет, к сожалению, это не так. Хотелось бы, конечно, чтобы такое было, но такого не существует. Все натуральные камни при разном освещении, да и синтетика тоже, меняют цвет, меняют оттенок, и иногда они гаснут вообще совсем. Бывает, что камень гаснет при определенной погоде надолго, на целые дни. Да, если какая-то температура света, у света есть тоже температура, это профессиональный термин, да, насыщенность, ультрафиолет и всего остального. Вот когда она определенная какая-то, даже этот камень может погаснуть, и погаснуть довольно надолго. Это нормально. То есть однажды вы откроете шкатулочку, а он, например, такой темно-бурый. И вот пока солнце не появится в нужном количестве, он будет темно-бурым. Так должно быть. А тут у нас танзанийский гранат встретился с русским медведем. Это как и все предыдущие кольца по эскизу и по... Ну, не по эскизу, а по желанию клиента мы нарисовали эскиз. Кстати, очень долго рисовали, видите, работа очень серьезная. То есть, по сути, мы сделали скульптуру, которую потом напечатали на 3D-принтере. В глазах у медведя черные бильярты стоят. И вот это один из немногих мужских браслетов. Получился очень брутальным, серьезным. Глянцевое чернение покрытия, родием, серебром. Мне нравится делать такие заказы, необычные, интересные. Заказывать с удовольствием сделаю. И в данном случае на изделие наценки, в принципе, нет вообще никакой. То есть, вот если оно такое творческое, я делаю по себестоимости с удовольствием. Поэтому пишите, если у вас есть какие-то интересные идеи. Мужской персень с турмалином, который можно смело, совершенно и уверенно называть. Цвет этот под параджи. То есть, там есть и розовый, и желтый, и оранжевый, и какой-то даже фиолетовый отблеск. И чего только нету. Ну вот, дизайн тоже мы делали совместно с заказчиком. Здесь золото и серебро с чернением, с мотированием. И обязательно вот такая зернистость и такое добавили. Как будто бы это какой-то оплывший камень. То есть, такие природные элементы. Камень уникальный, очень красивый, очень яркий, очень хорошо. Он выглядит даже в московском полумраке в таком. И я надеюсь, он будет радовать своего владельца всегда. Колечко уходит в Питер. Заказчику передаю привет. Мы с вами в Питере встречались лично. Классическое колечко, золото и отличный алый гранат, уходящий в черное. Если вы любите красные камни, вы часто пишите мне о рубинах. Рубины стоят безумно дорого. Вот такого размера цвета рубин будет стоить миллионы долларов. И, как правило, те, которые рубины я видел лично своими глазами, а я их не так много видел, они по цвету, по игре проигрывают гранатам. Поэтому обратите внимание, что если вы любите красный цвет, то гранат, наверное, наилучший вариант из всех вообще, которые есть. Вот, посмотрите, как он играет при пасмурной погоде. Цвет просто отличный. То есть, алый гранат – это выбор всех, кто любит красные цвета. Тут у нас снова классическое колечко. Очень приятный полихромный сафир. Там несколько оттеночков зеленого, проскакивает голубоватый оттеночек. Сафир из Мадагаскара. Говорил, что их больше не добывают. У нас тут золото, бриллианты и, собственно, все прям по классике полностью сделано. Камень уникальный. На заказ такой я найду, но очень-очень небыстро. То есть, ну, может быть, ждать придется полгода. Где-то примерно так. Опять же, камень подобрали очень удачно. Я боялся, что он погаснет в России, да, в российских сумерках. Но он отлично так себе играет и горит. Номер 10. Этот стиль, дизайн стал давно уже классикой. Синеджем с серебро с чернением, черные биллианты и сумеречная серая грозовая шпинель. Очень люблю этот стиль. По сути, мы его создали. Я смотрю, что он уже пошел в массы. Многие его копируют. Я не против. Мне нравится. Не нужно быть жадным. Мы его придумывали, этот стиль, под себя. Когда-то очень давно. Вы знаете, что я байкер. Люблю все темное, черное. Вот, собственно, стал себе делать такие кольца. Когда-то. И к моей радости вам это понравилось. Очень много заказов в этом стиле. Спасибо вам большое, что вы мне даете возможность реализовывать мои мечты и делать что-то в стиле, которое мне действительно по-настоящему нравится. Номер 11. Очень простой дизайн. Здесь и добавлять, собственно, ничего не нужно. Это кольцо на каждый день. Темно-синяя, уходящая в черный шпинель. Один из, опять же, моих любимых камней. Желтый, темно-синяя очень хорошо друг друга дополняют. И здесь поэтому больше ничего не нужно. Никакие-то узоры. Не знаю, там, обсыпочка вокруг. Мелкие детали, на мой взгляд, это все лишнее. Надежная закрепка. Простота, красота, благородство. Вот, собственно, это все есть. Присутствует в данном кольце, в данном дизайне. Почти в каждом выпуске есть подобный амулет. Я думаю, что многие уже запомнили значение. То есть это не просто украшение, не просто подвеска. Это элемент культуры сакьян. Считается, что это магический амулет. Или в России мы часто называем оберег. То есть это вещь, которую наговорил шаман, провел специальные обряды. Ящерки, они приносят удачу. Сексуальную привлекательность. Просто обычную привлекательность. Когда тебе с человеком просто приятно общаться. Он тебе нравится. Когда их две, это взаимная любовь, счастье и гармония в семье. Номер 13. Сельги с сумечной шпинелью. Классический дизайн. Все очень просто и понятно. И тут тоже ничего добавлять не надо. Сами по себе камни хороши. Огромная благодарность заказчице. Она живет в Португалии. И даю привет. И Шиланка, и Таиланд до сих пор закрыты. Полностью. Локдаун. И, собственно, вот эти камни, вот эта пара, они проделали огромный путь. Мой товарищ, сотрудник, их привез из Шиланки в Мадагаскар. Я их забрал на Мадагаскаре. Потом полетел на остров Нозиби возле Мадагаскара. Потом я полетел в Танзанию. Потом эти камни пришли в Москву. Сейчас они улетают в Португалию. То есть такое, ну не прям кругосветное путешествие. Но эти камни проделали довольно длинный путь. Видите, из-за пандемии какие истории. И заказчице ждала больше года. Самоотверженно. И за это ей большая благодарность. Номер 14. Опять у нас украшение-подвеска-амулет и берег. Это черепаха. Она из культуры Сакьянт. Там есть мантры. Есть черные бельянты, посмотрите. Черепаха для меня это очень памятное изделие. И очень серьезного значения. Дело в том, что когда мне было 20 лет, я приехал к шаману. Сказал, что я доволен своей жизнью. Но я хотел бы быть богаче для того, чтобы больше путешествовать. Собственно, зачем еще деньги нужны. И вот он мне набил янт или Сакьянт. Это шаманское тату. Именно в виде вот этой черепахи. То есть это мой самый-самый первый Сакьянт, который я получил еще в юности. Значит, значение такое мудрость, неспешность, рассудительность. И очень важная вещь – понимание своего пути. Это очень важно. Многие люди хотят что-то получить. Бывает вообще такое, что хотят то, не зная чего. А бывает, что вот я хочу денег, но не знаю как. Или хочу быть счастливым, но сам не знаю, что мне для этого нужно. Ну и, собственно, я вам скажу, что я атеист. Но, тем не менее, примерно через полгода меня все окружающие стали спрашивать, почему ты стал таким спокойным. И вот, собственно, таким спокойным я остаюсь по сиденью. Я очень четко и очень далеко на много лет вперед, понимая свой путь. Всегда. Я просчитываю, продумываю, планирую. И у меня все это сбывается и получается. Я уж не знаю, помог мне сакьянг, не помог, но, тем не менее, этот символ со мной уже много-много лет. И вот подвеска, куда продевается цепочка, она сделана в стилистике уналон. Об этом символе рассказывал уже много раз. Номер 15. Снова моя любимая классическая классика наша. Синер Джемс. Серебро с чернением, черные бельянты и турмалин. Цвет под параджо. Вообще он горит всегда очень ярко. Но вот, к сожалению, в пасмурную погоду в Москве он не дает такой яркий цвет. У каждого камня свой характер. Какое-то в пасмурную погоду продолжает гореть, а на солнце гаснет. Какое-то действует категорически наоборот. Вот этот камень, он в пасмурную погоду немножко бледнеет, но все равно остается таким же красивым. И черный цвет самого кольца и черных бельянтов, конечно, его очень хорошо подчеркивает. То есть это как раз то, что мы очень-очень любим делать. По сути, мы создали этот стиль, я повторяюсь. Это, наверное, из-за гордости у меня повторения идут. Также наш авторский дизайн, он имеет отношение к моему давнему увлечению с самого детства скандинавской мифологии, реконструкции, культуры викингов, англосаксов, скандинавии, норвегии, германцы и все остальное. Это не что иное, как один из воронов Одина. У него их было два, Хунин и Мунин. Я думаю, что вы это знаете. Если не знаете, почитайте, погуглите. И великолепная такая темно-синий-серая шпинель, которая очень хорошо подходит для данного дизайна скандинавского. И, насколько я помню, там у нас в глазе у Ворона вставлен маленький черный бриллиантик. Этот дизайн вам понравился, потому что это кольцо вы заказываете уже многократно. И за это вам большое спасибо тоже. И, пожалуй, закончим на сегодня. Опять наша классика Сина Джемс. Наш авторский стиль. Алый, уходящий в черный гранат, который ничем не уступает любому рубину. Черный бриллиант и серебро с чернением. И символ Уналон. Вот в этом кольце, на мой взгляд, прям вообще все прекрасно. И все идеально. И я вот очень доволен работой. Когда мы получаем такие заказы, выполняем их, я прям радуюсь. То есть это очень хорошо, да? Когда для тебя твоя работа является развлечением, увлечением и твоим хобби. Здесь, собственно, идеальный баланс черного, желтого, красного. Такое редко бывает, что три цвета вместе хорошо сочетаются. Ну и плюс есть определенная символика. То есть рост, развитие, движение вверх-вперед во всем, чем ты занимаешься. Красный гранат – это у нас вообще любой алый камень. Это финансовый успех. Ну и, собственно, все это с черными бриллиантами. Черный бриллиант, если мы смотрим в сторону шуманизма и эзотерики, он на себя забирает негатив. И с человека, и с окружающих его людей. Поэтому тут все и красиво, но и со смыслом. Всем всего хорошего, не болейте. Всем привет. Берегите себя, родных. Осталось, я надеюсь, немного посидеть еще дома. Пандемия, все дела. Скоро уже начнем свободно путешествовать. Ну, я, собственно, и так путешествую. Но я не веду вообще всех. Прямо все вместе будем много путешествовать. Я, конечно же, запущу наши любимые туры. Всего хорошего, удачи. Продолжение следует...